Продолжение следует... С двумя командами. Качественный контент на протяжении всего моего стрима прорывались вперед по турнирной таблице, но я думаю, с такими грозными соперниками, как Фохола и Кумыс, они не встречались. 86 на 32. Нереальная сыгранность от этой команды, и они будут стремиться за выход в про-серию сейчас. Ну и посмотрим, что же все-таки предоставят нам эти две команды. Все-таки я посмотрел вот на турнирную таблицу, и хотел бы сказать, что все фавориты, которых я отмечал, покинули уже данный турнир. Silence & Gaming покинули этот турнир. 2-2-DN все-таки также отправились обратно в фасткапы. Остались команды UTD Казахстан, ME, команда Wait4IT, команда Komachi, Ayur, Content и вот Фохола и Кумыс. Ну и посмотрим, что же нам предоставят данные команды в данной встрече. С вами Маэстро, и мы переносимся к пикам и банам. В пик от команды Фохола и Кумыс отправляется Дазл, Инвокер и Кунка. Команда Качественный Контент забирает себе Огрмага, Дизраптора и Пака. Очень классно, очень комбинации сочетаются друг с другом, что у одной, что у второй команды. И очень хочется посмотреть все-таки, что же это будет предоставляться здесь. Команда Фохола и Кумыс отправляют в бан, Фейслис, Вайда, Дроу, Рейнджер, Дарксира и Сларка. Команда Качественный Контент, Элдер, Титана, Рикки Мару, Шадоу, Демона и Хускаря убирают все-таки. Ну и что, можно посмотреть сразу на комбинации, которые могут предоставляться здесь, что той, что второй командой. Бэтрайдера забирают Фохола и Кумыс, но и здесь уже, в принципе, видно. Крес, Торрен, Санстрайк, Инвокер, Дазл также сопутствуют здесь при убийстве персонажей. Бэтрайдер отправится соло-харт-линией, Инвокер будет стоять против Пака. Без Раптора с Огромагом здесь надо думать уже, может быть, над каким-нибудь Джиггернаутом. Ну просто я знаю команду Качественный Контент, которая любит очень сильно раннюю агрессию, которая может, в принципе, обеспечить данное трипла. Здесь же Кунка и Дазл могут также противостоять, в принципе... Господи, что же я раскашлялся, это ужас какой-то. В принципе, могут сопротивляться этой дабле. Но туда залетает Джиггернаут, а Аналитика, в принципе, дорогие друзья, здесь сейчас присутствует. Что можно сказать? Дизраптор ставит Кинетик Филд, возвращает, если что, Глимсомо. Огромаг также скидает стан, Джиггернаут просто крутится в Блэйд Фьюри, и здесь очень трудно будет уходить. Есть Дазл, конечно, который может закинуть Грейв, который может покинуть Шадоу Вейвом. Есть Кунка, который отправит на Торрент. Будем не забывать то, что есть Джиггернаут с Блэйд Фьюри, которому плевать. Плевать на Торрент, плевать на Кресты, плевать на Пойзен Тач, на Шадоу Вейв, на все ему плевать. Есть только чем его контролить. Это Флэмин Куассо, которое может закидываться на большое количество героев, конечно же. В бан отправляется Акс от команды Фохолы и Кумыс. И не знаю, насколько это было бы рациональным решением. Конечно, да, под Дрим Койл будет очень классно запрыгнуть Аксу, который против Бэтрайдера ему не очень хорошо стоять. Вот что главное. Я не думаю просто то, что это будет реально Трипла в легкую от Джиггернаута и Дизрапта и Огромага. Я думаю, они будут давить, 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 давить с самого начала. Им надо как-то реализовываться, как-то продвигаться с самого начала. Опять же, повторюсь, самое начало. Вот их фишка. Команда Качественный Контент показывает нам игру, которая заканчивается до 20 минуты. То есть первая игра была за 15 минут, вторая до 10, по-моему, за 10 минут. Третья игра, опять же, за 15 минут команда просто-напросто написали Good Game Well Played. Очень трудно сражаться с ними. Но, судя по статистике, если смотреть на их соперников, там были все ребята начинающие. Я так понимаю, что все-таки это были основные аккаунты их команд. Статистика у них была, там, 0-0, 0-1, все дела. Ох ты, господи, ты божечки-кошечки. Магнус у нас залетает в пик здесь первый раз от команды Качественный Контент. Но, в принципе, здесь первый раз залетает и пак. То есть на мид отправлялись такие герои, как Сент Кинг от них. На мид отправлялся, по-моему, Джиггернаут. Уже не вспомню, 4 игры прошло. А сейчас все-таки забирают пака. Но это классно, это классно. Это Dream Coil, это Reverse Polarity. Туда залетает Джиггернаут. Дизраптор также Кинетик Филд Статик Шторм вставит. Огромаг, в принципе, будет... Блудуаз закидывает на Джиггернаут. Вот он начинает раздавать. И не забывайте то, что импауэр. Ох ты, антимаг. Антимаг. Ну и не знаю, насколько это будет рациональным решением против Дизраптора, против Магнуса. Против пака того же. Ну, конечно, конечно, там приобретение Монто Стайл Сайланс будет, в принципе, нипочем. Паковский, паковский Сайланс будет нипочем. Но Дизраптор будет ставить Статик Шторм. И, в принципе, очень будет неприятно тому же антимагу сражаться. И... Нет, ну, в принципе, в принципе, вначале он будет актуален. Вначале этот антимаг, его не подцепить тем же Блэйд Фьюри, тем же Станом Антогра Мага. В принципе, можно глимсонуть. Но еще надо подгадать момент, когда антимаг тот самый будет блинкаться. Это все зависит будет от Дизраптора. Но, если он угадает, то с Блэйд Фьюри его будет забрать не проблема. Но я не думаю, что будут все-таки акцентировать внимание на этом антимаге. Ему просто не будут фармить наличием себя на Хардуэне. Я все-таки акцентируюсь на том, что команда качественный контент отправится триплой в сложную. Все будет зависеть от того, как все-таки отыграет команда Фохола и Кумыс. Энд Кумыс. Конечно же, тут у нас все по-английски написано. Фохола значит Энд Кумыс. Ну и что? Возвращаемся мы потихонечку в игру. Тихонечку возвращаемся в игру. В принципе, пики, баны уже обсудили. Больше мне располагает пик, конечно, команды качественный контент. Все у них направлено на раннюю агрессию. Есть, конечно, Инвокер, есть Кунка у команды Фохола и Энд Кумыс. Есть Дазл, конечно же, который может вначале там подсейвывать очень здорово. Но все-таки есть Реверсполярити. Есть, кстати, Шторм Кинетик Филд. Все закрывает, все сайлансит, все станет. Господи, как с этим сражаться? Ну, против них Миракл не будет. Забывать Миракл тут у нас будет играть на Инвокере. В перерывах между Интернешнлами он там сражается на Уикенд Капах Старладера. Так, у нас что-то подлагало. Подлагнула Дота. Зря я пикнула на этого игромага. Да, очередной раз вылетаем. Непонятно почему. Миракл очень сильно, очень серьезно заявил о себе и зашел в игру. И говорят, что не будешь ты сегодня смотреть за тем, как играет Миракл. Недостоин. Есть два вида недостойных. Одни недостойные не поднимают молот Тор, а вторые недостойные не смотрят на игру Миракла. Если даже это фейковый какой-то товарищ. Не тот самый Миракл. Да нет, конечно же, конечно же нет. Обычная ошибка клиента, которая возникает. В принципе, ну, видим не только у меня. Видим то, что и команды также страдают от данной недоработки. Это нормально. Сейчас вернемся в игру. В принципе, я думаю, то, что мы вернемся, будем еще кого-то до сих пор ожидать. Надеюсь, то, что как мы вернемся и все разберут персонажа, таких ошибок все-таки не будет. И мы будем наблюдать за одной четвертой финала. Остается всего лишь три игры. И через три игры мы будем знать финалиста-победителя, который будет сражаться за слот в Pro-серии. Огромное количество команд уже присутствует на данном турнире, который будет проходить совсем скоро. И все-таки будет мясо. Будет мясо, будет зрелище, будет война за выход в Pro-серию. Я думаю, все об этом мечтают. Все те, кто участвовали в фасткапах, мечтают о том, чтобы наконец посражаться там. Ну и что? Начинаем мы игру. Начинаем, возвращаемся. Мы уже начинаем разбегаться по лайнам команды. Ну и можно будет, пока не начинается у нас никакой встречи, представить команды. Бёрд Анрио будет играть на Дизрапторе. На Магнотавре будет играть FY, который уже получает Poison Touch. Дазов за ним гонится. Но нет, здесь продолжения не будет. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Джиг Джиггернаути будет играть Андерботом. На Огрмаге Логерк и на Паба. В паке будет играть Star67. Команда Качественный Контент. За Кункевича будет играть Совесть. За Антимага. Тимурат. На Инвокере отыграет сегодня у нас, уже спрятался в лесах, здесь Миракл. На Дазле будет играть Лем. И на Бэтрайдере Райзен. Команда Фохола и Кумыс. Ну отлично, пока представляла, никого не убили, слава богу. Здесь забирают руну Пак, забирают руну Инвокер. Мидерам досталось по дополнительному золоту. И начинает разбегаться по линиям. Здесь подстапливает Крипов Кункевич. Немножко помогает своему мидеру. Паку такой же... Такой подачки никто не предоставил. Приходится ему самому подстапливать немножко. Ну и видимо проигрывает. Да, немножко проигрывает. Будет отпушивать свою Инвокера линию. Потихонечку здесь же остается Кунка. Пока что ничего не вкачалось. Руки будет пробивать. Ой, как обказанно-то подошел. Акура. Мог Кунка несколько ударов из нее нанести. Но нет, нет. Давайте посмотрим. Все-таки отправляется Трипла на нижнюю линию. И не будет агрессивно Триплы. Магнус все-таки будет отправляться наверх. Стоять будет против Дазла, Кунки и Антимага. Или это будет Дабула вместе с Кункой. Потому что Кунка пока что довольно неплохо стоит против Пака. Просто подходит, с руки ему нарезает. А Инвокер спокойно фармит. Инвокер забирает всех крипов, которые пока что находятся у Пака. С этим проблемы. Пак пока что не забрал ни одного крипа. Здесь же Гернал должен сформить спокойно. Потому что есть Дезраптор уже с Тандерстрайком. Есть Огрмаг. Огрмаг что вкачал? Огрмаг вкачал Игнит. И будет себя неплохо чувствовать здесь. Против Бэтрайдера так же. Торрен что ли полетел? Нет, нет, нет. Кунка пока что ничего не вкачал так же. А здесь что? Погоня за ФА. ФА будет побегать. ФА разменивается пока что по ХП с Даззлом. Даззл вкачал Плэзон Тач. Руки просто набивает. Может попробовать увести подвышку, кстати. У ФА может это довольно неплохо получится. Но нет, Плэзон Тач получает по лицу. Будет ли Антимаг прыгать? Да, Антимаг прыгает на ФА. Наносит много урона. И приходится ФА уходить. Подходит сюда Кунка. Могли все-таки как-то синициировать здесь втроем. Но нет, 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 нет. Два стака Напалма. На Дизрапторе продолжает погоню здесь Бэтрайдера. На Бэтрайдера первого уровня. Третий стак Напалм вешает. И с руки пока что пробивает Дизраптору. Надо уходить. И уходит отсюда еще и Угромак. Угромак перемещается на мид. Приходится ему, потому что здесь стояла Кунка. И было довольно неприятно. Четыре стака у Дизраптора пропадает. Не купил он себе стики. Не купил себе стики также Джиггернаут. Но это довольно-таки может плохо, пагубно сказаться на этих двух ребятах. Потому что вы стоите против Бэтрайдера. Надо стики. Надо стики приобретать. Уже четыре стака на тебе висит. Просто с руки Бэтрайдер начинает разбивать лесо Джиггернауту. И Джиггернаут с Блэдфьюри приходит на Бэтрайдера. Но все-таки отходит Тандерстрайк. На него вешает Бэтрайдер. Начинает гореть. Начинает накидывать стаки Напалма на Дизраптор. Продолжает погоню. Но маны больше нету. Маны больше нету. Не накинуть ему больше ничего. Под одним стаком здесь продолжает погоню Дизраптор за Бэтрайдера. Бэтрайдер с руки просто разбивает. Проражает. И с руки должны, должны, должны. Да, ферстблат для Дизраптора. Но горит он очень сильно. Нет, нет, нет. Все-таки выживает. Все-таки Дизраптор забирает себе ферстблат. И Бэтрайдер должен понимать то, что ему не надо так себя агрессивно вести. А здесь уже стаки начинают делать. Здесь уже стаки делает Кункевич для своего инвокера, я так понимаю, либо для Джаггернаута, ну и либо сам заберет. А почему нет? Вкачает в процессе сплэш, вкачает торрент. И можно потихонечку забирать эти стаки. Здесь пак получает очень много урона. Санстрайк! И попадает Санстрайк! Пока вот приходится юзать. Кулснэп вешает на пака. Пак получает очень много урона. Последняя тысячка арбу. И ой, отъедается чуть-чуть, отъедается. И все-таки пак выживает. К нему уйдет уже. Ему идет уже батла. И сейчас отопьется, как сыграл сейчас пак. Я что-то не прокликал. То, что у него есть чем отожраться. То, что у него есть феррифайр. И в последний момент все-таки проюзал. Здесь на бэтрайдера продолжается погоня. Бэтрайдеры могут второй раз забрать. И Огрмага все-таки умирает. Умирает здесь. Убивает его бэтрайдер. Какая неудача. А где у нас Магнус? А Магнус ушел в лес. Магнус правильно делает. Качал этот Эмпауэр. Вокер забирает все-таки пака. Все-таки добил Миракл этого товарища у нас. Летающую муху. Правильно делает облайд. То, что переходит вот в лес. Молодец. Люблю я таких хардлейнеров, которые... Если видят, то что у них ничего не получается на линии. Перемещаются просто в лес. Покупают Аэрон Талон. И тем более Магнусу это довольно нетрудно делать. У него есть Эмпауэр. У него есть Аэрон Талон. Потихонечку он сейчас будет выходить в свои уровни. Получать свои артефакты. Выносить. Ну и будет довольно приятно. На миде. На миде Инвокер выигрывает. Пока что мид не то, что по крипам. А просто из-за того, что он убил этого пака. Здесь же будет пушиться линия. Здесь будет пушиться линия. Антимаг на первом месте по крипстату идет. Джиггернаут в принципе не сильно от него отстает всего лишь до 4 крипов. Но здесь уже сделано было 2 кила на нижней линии. И один из них забрал Джиггернаут. То есть если посмотреть по Нетворсам. Общая ценность. Да, Джиггернаут находится на первом месте. Включаем обратно крипстат. Я думаю сейчас это будет актуальнее. Посмотреть что у нас по крипстатам все-таки происходит. Дизраптор что тут пытался. Аааа тут уже стаки идут. Стаки идут этому Бэтрайдеру. Либо сам Бэтрайдер делает эти стаки. А Бэтрайдер тоже ушел в лес. Бэтрайдер понимает то что его здесь будут убивать. Даже если он будет все-таки отнимать чью-то жизнь в ответ. То все равно будет довольно неприятно там находиться. И паков будут выходить. Паков будут контролировать. Будут ему мешать как-то. Он находится здесь постоянно против даблы. Постоянно то кунка придет. То еще кто-нибудь. А кунка перемещается на верхнюю линию. И также фармит и получает экспу на стаках. На стаках получает экспу. Здесь же Гренал, Аквилов, Фейсбутс уже имеется. Есть сапожек. И что вот будут ждать. Вот мне интересно. Будут ли ждать просто влов у своих персонажей. Либо будут ждать уже появления каких-то артефактов. Потому что если посмотреть на пака. То до шестого в принципе-то ему недалеко. Но до Блинк Даггера довольно-таки далековато. И будет ли он покупать все-таки первым артефактом Блинк Даггера. Либо это будут какие-нибудь ветра. Может быть барабаны. Либо барабаны соберет Магнус. Который имеет четвертый уровень. Практически пятый. Второй импауэр у него вкачан. Ой, второй импауэр. Как же Джиггернаут будет раздавать? Как же Джиггернаут будет раздавать много урона? Здесь видно, видно. Все-таки видно на варде. Не знают. Команда. Качественный контент. То, что их на варде видно. Сейчас они проходят. Поставили вард также. Ну и должны понимать. Команда Фохола и Энт Кумыс. То, что их там видно как минимум. Поставил Дазл также. Ответный вард. Вот здесь теперь также наблюдается вся ситуация. Ну и что? И что? И что? И что? Бэтрайдер возвращается на нижнюю линию. Понимая то, что все саппорты гуляют. Здесь он может себя немножко получше чувствовать. Ся вайфлай получает урон. И просто ему сжигает ману. В принципе урона-то немного. Но то, что отсутствует мана теперь, это довольно неприятно. И что? Ой, Дизраптор под ДД здесь доходит. Подоходит Бэтрайдера. Подходит также инвокер. Глимсует. Кинетик филд пошел. Начинают гореть. Два персонажа, два саппорта команды. Качественный контент. Санстрайк прилетает. В принципе очень больно Дизраптору. Ну и Огрмага забирают. Могут забрать еще и Дизраптора. Так, Крест будет ли вешать? Крест не вешать. Ай, повесил Кунг и Крест. Последний момент Дизраптора также отправляют в таверну. Загуляли саппорты команды. Качественный контент. А здесь уже под третьим импауэром. Начинают раздавать антимагу. Да, в руки. Да, и антимагу приходится блинкаться. Оставили его одного против Магнуса. У Магнуса есть чем отъестся. В принципе, но маны нету. Ману чем восстанавливать? Также нету на импауэр. Требует 50 маны. 50 маны может наригениться просто так. Здесь же есть Ринк оф Хелл. Вешать на себя очередной импауэр. И просто отгоняет антимага с линии. Здесь Джиггернаут просто фармит. Ему никто не мешает. Здесь подходит Бетрайдер. Неужели будет Амни Слэш? Амни Слэш здесь нельзя юзать. Здесь огромное количество стаков. Ну и неужели будет гнаться дальше? Есть один стаканапаум и просто Джиггернаут забирает этих крибов. Пытается отнять. Пытается отжать под флейминг фэрфлайем крипов. И немножко это у него и получается. Но Бетрайдера не убить. С одного у Мни Слэша не убить Бетрайдера. Потому что... Ой, тут Торрент на Фа и Фа и Фа и Фа и отправляют в таверну. С одного у Мни Слэша не забрать этого Бетрайдера. Очень много ХП, очень мало урона. Всего лишь 3 прыжка. У Джиггернаута будет довольно недостаточно. Ну, здесь подходит, конечно, Огромаг с Дизраптором. Вот втроем можно попробовать. Сейчас надо думать Магнуса. Что ему все-таки делать? Потому что вроде как вернулся. Но вышли саппорты команды Фохола и Кумыс. И Кумыс. Магнус, 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 Магнус. Нет, Магнус возвращается. Ничего себе. Магнус бесстрашный. Говорит. Ребята, я сейчас получу располярить. Я его наваляю. Ну и надо собираться наверху. Даже без Джиггернаута надо собираться наверху и начинать какую-то агрессию. Потому что есть Реверс Полярити. Наверное, есть. Да, есть Дрим Койл. Есть Арба третьего уровня. Сайланс. Все присутствует. Надо подраться. Потому что у вас есть все сейчас на раннюю драку. Есть все. Если придет еще Джиггернаут, то, в принципе, будет вообще неприятно. С руки пробивает пока что пак. Дрим Койл пошел по Дазу. Подходит сюда еще Огромаг. Разрывает связку. Но все-таки Грейф успевает на себя наюзать. Убьет ли гнид? Захиливается Шадовый Дом. Нет. Да, убивает еще и Тандер Страйк. Навесили. Но... Ой-ой-ой. Пошел Флейминг Лассона Огромага. Торрентом не попадает. Попытаются в совесть убить. Наверное, все-таки Кенетик Филд. Пошел Кенетик Филд. Закрывает дух персонажа. Инвокер также подходит. Телепорт от Антимага. Антимаг успеет ли? Огромага убивают. Не будет умирать. Кунка здесь отъедается стаками. И Санстрайк не попадает. Ману Войт прилетал от Антимага. Антимаг будет через 5 секунд, наверное, прыгать. Здесь очень мало ХП. И Миракл забирает себе очередной килл. Убивает саппортов команды. Качественный контент. Ну и это очень-очень неприятно. Здесь в свое время Джаггернаут продолжает пушить. У него очень большое количество фарма. Это Персеверанс. Это Фейсбутс. Есть ли Резон здесь собирать Баттл Фьюри? Потому что, в принципе, есть Эмпауэр. Если вы собрались на раннюю драку, то есть Магнус, который может на тебя Эмпауэр навесить. И просто переходить, собирать, может быть, какой-нибудь Манта Стайл. Собирать остальные артефакты какие-то. Также Блинк Даггер. И просто под Эмпауэром уже разваливать лица. Но нет, нет. Джаггернаут решает то, что я сделал лучше так. Я сделал Баттл Фьюри, конечно. Решать ему. Потому что он сейчас в четвертьфинале Уикенд Капа. Не я. И все-таки он добился успеха именно за счет своего скилла. А не за счет того, что я ему там что-то советовал на стриме. И он через 2 минуты дилей это все видел. Не-не-не-не-нет. Конечно, нет. Магнус здесь потихонечку выходит в Блиндайгер. 3300 у него монет есть. Но есть ли смысл сейчас просто-напросто уйти с линии? Здесь есть Бэтрайдер, который в Флэминг Классо откатится буквально через 3 секунды. Есть Торрент Крест. Крест второго. Торрент второго уровня. Но и Магнус здесь не выживает. Я не думаю, что он здесь выживет, потому что очень большое количество, конечно же, урона. Инвокер на миде. Огромное количество уже экспы получает. Девятый уровень он имеет. Пак имеет всего лишь седьмой уровень. Мид за инвокером. Мид определенно за инвокером. На 7 крипов он всего лишь выигрывает. Но 20 добил. 20 добил в ответ на 7 добитых пака. Надо что-то делать. Да, выходит под смоками. Выходит на инвокера. Инвокера попробует забрать. Инвокер не видел, что там были смоки. И подходит опасно очень на линию. Здесь же стоит Бэтрайдер, который также будет участвовать в траке, который сейчас будет намечаться. 3 человека в смоках находятся в лесу. А 2 человека в смоках дезраптора могут видеть. И кликает на инвокера. Инвокер, если бы видел, то он бы уже убежал довольно-таки далеко. Но он не убегает. Не убегает инвокер. Здесь стоит Магнус. У Магнуса спадает смок. Подходит сюда дезраптор. Дезраптор может глимсовать. Есть реверс полярити. Дримкоу также тратит на инвокера. Кинетик филд, статик шторм. Нету статик шторма. Но все-таки забивает инвокера. Сейф ТП был. Но сейф ТП не успело дотелепортироваться. Кто там был, я не обратил внимания. Наверное, Даззл хотел кинуть грейв. Нет, нет, нет. Даззла не было. Здесь стоит антимаг, который продолжает наваливать по крипам. Продолжает он их валить. И сейчас упадет вышка. Вышка первая упадет от команды Фохола и Инт Кумыс. Но внизу уже Джигранаут забрал со своей стороны вышку. И что он себе несет? Он несет себе Клеймор. Остается совсем чуть-чуть до Баттлфьюри. Очень хороший тайминг. Тысяча монет остается. И они наберутся, если ему никто так же не будет мешать, очень быстро. С другой стороны, 500 монет остается еще и у Магнуса. До Блинг Даггера. У пака до Блинг Даггера довольно далеко. Еще 1300 монеток. Отлично. У меня математика, я бы хотел сказать. Кунка приобрел корабль. Кунка есть корабль. Есть Мановойт у антимага. У Инвокера девятый уровень. Даззл Швейв также приобрел. Бэтрайдер до Даггера также далеко. Решил он себе все-таки Барабаны приобрести. Ну и что? Будет ли выход какой-то под смоками сейчас? Потому что здесь уже собирается Дизраптер и Роггер Макс. Маки не присутствуют. В Куре также себе не несут. И Магнус может грести. Да, Магнус скорее всего Агри... Хотя не попадает корабль. Маны, конечно, нету. Мановойт есть. Да, есть Мановойт. Может большое количество урона нанести. Но не убьет. Не убьет Магнуса. И кликает то, что там сейчас могут подойти еще и враги. Давай отойдем. Ну и отходит. Отходит Кунка. Отходит антимаг. На Магнуса им не удалось... Магнуса не удалось убить. И Магнус уже сейчас приобретет через 30 монет Блинк Даггер. Все у него будет замечательно. С другой стороны 500 монет у Джиггернаута. О, господи. Что творят эти качественный контент? По киллам, конечно, проигрывают немножко. Но по фарму давайте включим Нетворсы. Общая ценность по Нетворсам... Конечно... О, нет. Смотрите. У антимага-то есть Вангвард. У антимага... Есть Пауэр Трэдс. Но это защитные артефакты. Драться нечем. Драться абсолютно нечем. Если сейчас начнут качественный контент инициировать, навязывать какую-то драку, команда Фо Холла Энд Кумы сможет начать огребать. Может начать огребать. Посмотрим все-таки, чем это закончится. Чем закончится этот матч. Но пока что я делаю ставки на качественный контент. Мне больше нравится их агрессия. И, в принципе, я видел их матчи. Так, пошел Торрент. Но нет, Пака здесь не забрать. Надо инициировать, продолжать какую-то агрессию. Есть уже. Да, да, да. Все, пять монет на Баттлфьюри. Господи, как Джиггернаут будет больно разваливать. Да, все, приобретает Баттлфьюри. Дримкоил в никуда. От Пака. Пак поторопился. Дримкоил улетает в никуда. И надо теперь отступать. Хотя у Дизраптора... Ой, у Дизраптора уже появился Статик Шторм. У Дизраптора Статик Шторм. Блинк Даггер появился у Магнуса. Ну и что? Ой-ой-ой, тут Флэмин Классо. На Джиггернаута Джиггернаута Блэйд Фьюри пытаются укрутиться. Но не получается. Надо было сразу телепортироваться. Флэмин Классо уже было потрачено. Он мне слэш полетел по этому товарищу Баттлфьюри. Не забрать. Да, еще подходят два человека. Блэйд Фьюри через 7 секунд только будет. Есть ли чем подцепить? Да, на крест сразу вращает. На Торонти не подпрыгнет. И убивают все-таки Баттлфьюри. Мало ХП остается у Джиггернаута. Блэйд Фьюри начинает крутиться. Ой, какой из этих шторм с кинетик филдом глиссует еще. И Кункевича здесь два человека от команды. Качественный контент. Сорбы продолжают наваливать. Здесь блинкается в арбу Пак. Но все-таки его возвращают. Уступивают. Сайланс накинут на совесть. Продолжает сутрака. Банан получает по лицу Пак. Продолжает его с руки накидывать. И Мирку не убивает его пока что. Сюда подходит и жрева сполярит. И прокидывает по Мирку. Смогут ли убить? Да, шоквейвом забирает все-таки Магнус. И отлетает еще в свою очередь и Дазл. Это минус 3 в 1 от команды. Качественный контент. Посмотрим файт-рекапы. Когда они появятся у нас. Появятся ли у нас файт-рекапы здесь сегодня? Да, файт-рекап появляется наконец-то. Да, плюс 1000. Преимущество по золоту, по опыту. Изменение 1400. Плюс для качественного контента. Отличная сейчас драка произошла. Несмотря на то, что даже сейчас подходили они не все вместе. Я думаю, если бы собрались сразу, команда качественный контент-рака бы закончилась быстрее. Потому что Реверсполярити вошел в одного. Там команда 4Hole и Кумыс находились все вместе. Так, могут сейчас встретиться. Могут сейчас разменяться по ХП. Но здесь дамаг против ХП. Просто 1170. Ой, под видео, что подходит сейчас кунту. Но есть Блэйд Фьюри. Есть Блэйд Фьюри. Не вернуть кунту Джиггернаута. Но могут прыгнуть дальше. Даггер есть. У Пака будут ли пытаться? Да, Сайлс на антимага навесили. Сорбы пытаются с Дримкоила все-таки разгрынуть. Давай лететь. Но сюда прилетает еще и Торрент. Корабль также летит. И антимаг все-таки уходит. Глимсануть не успевает. Глимсануть не успевает. Команда качественный контент. Но собираются, собираются вчетвером. Здесь, здесь три человека. Команды 4Hole и Кумыс видят. Видят то, что антимаг прилетел сюда. Попытаются ли накрыть его? Есть. Статик Шторм. Можно попытаться подраться. Будут ли прыгать? Стан. А то Громага. Стан. Ай, не успевает. Глимс. Глимсуют. Да, антимаг. Глимсуки на этих хилстатик Шторм. Пошел. Стан по антимагу прилетает. Торрент попадает. Только один Дизраптор. Дизраптор очень больно. Может умереть сейчас. Манавоид присутствует у антимага. Будет ли пытаться загинуть? И Дизраптор. Да, Манавоид отправляется в таверну. Блинкается корабль. Нет, корабль уже был. С Блэдфьюри начинает крутиться антимаг. Блинкается Пак. Пошел. Сайланс пытается Кунку пробить. Нет. Пак должен уходить здесь. Файрфлай. Огрмак горит. Огрмак также будет отправляться в таверну. Здесь это минус 2 от команды 4холлэнд Кумыс. Еще и Флэйм Куассона Джиггернаута. Ой, какая ошибка здесь. Шоквейв пошел от Магнуса, но очень поздно. Это минус 3. И очень хороший минус 3 для команды 4холлэнд Кумыс. Забрали. Коргероя забрали двух саппортов. Отлично. Сыграли 4холлэнд Кумыс. Еще и Бэтрайдер приобретает Блинк Даггер. Теперь инициировать будет нереально. Просто нереально круто. Пак приобретает Дискорд. Чуть-чуть ему совсем остается. Но вот сейчас опять-опять та же самая ошибка. Опять не все вместе. Были бы все вместе. Был бы Реверс Полярити от Магнуса. Попали бы Дрим Койлом. Не по одному антимагу, у которого есть Вангвард. Который уже практически добрался до Баттл Фьюри. С Вангвардом его будет не убить. Команда 4холлэнд Кумыс проходит потихонечку. Начинает врываться по золоту. Уже имеет преимущество 1500, хотя график вилял. По XP также практически 2000 имеет. Начинается противостояние уже сейчас. Не на жизнь, а на смерть, можно сказать. Потому что потихонечку собираются. Что одна, что вторая команда. Все вместе. И одна команда инициирует. Вторая команда защищается. И что у одной, что у второй команды. Это получается. По крайней мере от дефа пока что все проходит нормально. Торрент попадает. Джиггернаут. Джиггернауту надо уходить. Джиггернаута вешает на крест. Но есть Блэйд Фьюри. Я думаю он тут успевает. Да, он тут по таймингу все юзает. Хотя прыгает Бэтрайдер. Успевает ли закинуть? Нет, нет, нет. Сюда перемещается вся команда. Качественная контента. Стан глимсует. Получает Кунка. Кунка стоит на месте. Под Кинетик Филдо стоит. Санстрайк кидает. Статик Шторм только на одного Кунку. Захилит очень хорошо. Санстрайк кидает на Кунку. Санстрайк кидает на Кунку. Пошел Римкоил. Отличный по троим. Но бы уже реверс полярить. И нечего больше туда закинуть. Мультикасс прилетает. Бэтрайдер он очень жирный. Кинетик Филд ставится. Двух закрывает. Но уже некому вносить урон. Умирает также еще и Дизраптор. Минус одного Кунку сделали. Это минус 3. Трипл килл для антимага. Отличная игра от Фухола Энд Кумыс. Показать результаты боя. Господи ты боже мой. Плюс 2000. Ну и продолжают пушить. Начинают пушить. Сливают первую вышку. Можно идти дальше. В принципе почему нет. Баттл Фьюри есть у антимага. Это летит Баттл Фьюри? Это летит Баттл Фьюри. 1200 монет еще сверху. Отличная игра от Фухола Энд Кумыс. Просто невероятнейшая. Круто они все отыгрывают. И заходят уже на вторую вышку. В принципе с этим антимагом уже можно даже пытаться драться. Пытаться драться именно дальше. Так, закидывает арбу. И все-таки наверное отходят Фухола Энд Кумыс. Не попытаются. Не попытаются здесь команда. Качественный контент. Что-то синициировать. Хотя выходит далеко. Дизраптор. Блгласт на него вешают. Будет пытаться. Да, глимсует. Дазл здесь же возвращаться будут ли. Да, торрент пошел. Крест. Корабль также залетает. Какой проказ? Тенвокер. Отлично корабль залетает. По двум саппортам. Грейф на себя юзает. Дазл живет. Пока что антимаг начинает драться. Вывозит на флейминку. Ассо Джиггернаут. Джиггернаут. Еще и Крест. Том возвращает. Файя. Фай. Должен тоже умирать. Вывозит троих. Но нечего здесь дать. Шадо воевом захиливается. И умирает еще и Магнус. Это минус 3. От команды. 4Holo and Kumis. Показать итоги боя. Нет. Это не те итоги боя. Показать. Ну что это такое? Ну нет. Нет. Там огромное количество денег. Опять же зарабатывают. 4Holo and Kumis. Команда качественный контент начинает фидить. Все больше и больше денег у антимага появляется. 10 тысяч нетворца. Конечно Джиггернаут пытается. Пытается выфирмить. Но на 2 тысячи. На 3 тысячи. Уже отстает. На 2 с половиной. От антимага. А антимаг очень сильный. Антимаг уже нереально сильный. 2 тысячи монет он имеет. Сейчас купит какой-нибудь Орб или Яшу сразу. И с Яшей будет разваливать кабинеты. Трудно. 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 Очень с этим товарищем справиться. Здесь Даззл. Даззл имеет турну. Даззл. 11 уровень. Если посмотреть по уровням. Уровень героя. О господи ты боже мой. Огроток 6 уровень. Ну и просканировали. Сейчас должны думать то что наверное на Рошане находится. Команда 4Holo and Kumis. Пойдут туда. Но там никого не окажется. А нет нет нет. Не пойдут. Туда уже 2 человека находятся наверху. Ну и что? Что? Пойдут на инвокера. Инвокера не забрать. Инвокера здесь не забрать. По крайней мере с Паком и Огрмагом. А что по закупу у Миракла? У Миракла есть Блинк Даггер. Пока что не выходит он в Аганим Септер. И подходит сюда. Сейчас видит Кункевича. Можно сразу вешать его миссуешь. Кунка здесь должен умирать. Да. Кунка тут в любом случае умирает. Хотя Грейв наюзали на Кунку. Кунка пока что живет. Что возит его Эфа, Эфа, есть Реверс Полярити на двоих. Отлично. Кунка отправляется в таверну. Статик Шторм на Антимага. Антимаг под Омни Слэшем стоит. Будет пытаться драться. Пытается дерется. Пока что Статик Шторм заканчивается. И Мана воет на Дизраптора. Антимаг пока что-то живет. Ой какой Грейв отличный. Но под Игнитом стоит. Если Грейв успеет закончиться. Да. Забирает все-таки Антимага. И забирает огромное количество денег Огрмаг. 1100 золота за Антимага. Нереальное количество все-таки. Бэтрайдер продолжает здесь развлекаться. Но все-таки 3 в 2, кстати, уже размен от качества контента. И в любом случае они в плюсе. Да, они в плюсе. Антимага забрать это все-таки дорогого стоит. Но здесь опять же умер Джаггернаут. Вот что минус. Инвокер также остается жив. Инвокер также продолжает буститься. 1200 монет у него есть. Сейчас будет приобретаться все-таки, я думаю, какой-то Аганим Септер. И с Аганимом будет выдавать нереально крутые прокасты. Как жил этот Антимаг под Статик Штормом? Это что-то с чем-то. Он очень долго жил. Он пережил его. Он все это время стоял и дрался. Нет бы пытаться убежать, как обычный 3К ММР. Он, видимо, имеет больше. Он просто стоял и дрался под Статик Штормом. И не обиделся в принципе вообще. Ну и что? Продолжается у нас драка по XP. У нас, если посмотреть, команда 4Х и Кумыс имеет преимущество больше 10 тысяч. По золоту. По золоту меньше, кстати. По золоту 9 тысяч примерно имеет преимущество. Ну и продолжают буститься. Продолжают буститься, продолжают давить, продолжают навязывать какие-то драки. Здесь Кунка спрятался. Кунка будет приобретать линзу. И в принципе появится она у него довольно скоро. Еще и подбушивает потихонечку. А здесь с этим Антимагом, в принципе, можно очень круто пушить. Просто бесконтактным боем заниматься. Просто Антимага сажать на крест. Антимаг подходит на хайграунд. Бьет Тауэр. Если у него какой-то влет, его просто крестом возвращает обратно. Ну и я не знаю, будут ли они так пытаться. Джиггернаут будет пытаться забрать вышку сюда. Подходит Антимаг. Антимаг будет ли пытаться драться? Здесь Огромаг прыгает ли? Антимаг, Антимаг. Нет, нет, нет. Антимаг пока что не прыгает. Антимаг боится. И правильно делает. Потому что он не знает, сколько народу находится сзади. Здесь есть. У меня слэш. Но с у меня слэша не забрать. С у меня слэша не забрать. Захил еще здесь от Дазу. О, Флэмин Классо успевает на Джиггернаут. И Джиггернаут не улетает. И минус Джиггернаут очередной раз. Надо теперь пытаться, наверное, без него как-то пытаться что-нибудь снести. Потому что Джиггернаут единственный, кто вносит урон сейчас у команды. Качественный контент. Это очень плохо для них. Здесь Антимаг с Баттлфьюри с Яшей уже вносит нереальное количество урона. И его очень трудно убить. С Манавоидом все-таки справиться трудно. Тем более, когда у тебя есть три мага, которые от этого страдают. Приобретение Манта Стайла, в принципе, Антимага уже будет, наверное, не убить. Джиггернаут. Надо ему огромное количество артефактов, чтобы как-то справляться с этим товарищем. Но тут есть Кунг, который может в процессе выйти в какой-то коргерой и со сплэша убивать двух человек команды качественный контент. Ну и что? Нет, нет, не решаются. Не решается команда Фохолланд. Кумы заходить на линию, я так понимаю. Потому что здесь стоит один Кунг. Но здесь три таких сопротивящих позиций находятся. Хотя Антимаг довольно недалеко. А Инвокер где находится? А Инвокер нанизу. Подходит Антимаг. Нету пока что Манта Стайл. А, во, все, приобрел он Манта Стайл. С Манта Стайл можно уже как-то пушить, пытаться, залетать арбас, снимать Сайланс и Пака. Господи, какой полезный артефакт здесь будет все-таки этот Манта Стайл. Но нет, нет, Антимаг пока что ублинкивается. Понимает то, что без Инвокера им сражаться довольно проблематично и трудно. А Мирикл находится на низу. Ну и что? Неужели пока что не уходит? Так, Нетворса. Открываем общая ценность. Так, открыли. Антимаг находится здесь. Пока что, но с Манта Стайлом хочет, хочет, очень хочет навязать борьбу. В принципе, если все в него влить. Это РП, это Статик Шторм, это Умни Слэш, то, я думаю, можно его убить. Ну, как и сделали в прошлой драке. Но в прошлой драке у него не было Манта Стайла. Здесь Инвокер продолжает сплит пушить. Есть ли у него Трвала? У Мирикла? Да, есть Трвала. В любой момент он прилетит в драку. Пошел под Инвизом ФА. ФА видит на Сентре команда. Команда Фухолланд Кумыс видит на Сентре здесь ФА и должен это понимать ФА. Но нет, бежит дальше под Инвизом. Там расходится команда Фухолланд Кумыс, Глимс, Глиммер Кейв, Дазл себя увозит. ФА начинает пробивать. Статик Шторм здесь поставили под Блэд Фьюри. Начинает крутиться Джигернаут. Но Джигернауты здесь будут возвращать обратно. Да, Джигернауты не отпускают. Это уже минус Магнус, уже минус Дизраптор. И продолжает Инвокер сносить уже линию. Громак также отправляется в таверну. Инвокер расправится здесь с линией очень быстро. Уже падает Тир-3. Еще умирает 4 персонажа. Ультра-килл от Антимага. И прилетает сюда Пак. Пака также будут пытаться забрать. Но против Пака сражаться довольно трудно. Продолжает пушить Инвокер. Но это гуд гейм в Алплейд. И команда Качественный Контент, к сожалению, покидает данный турнир. Фохолла и Кумыс показали невероятную какую-то игру. И проходит в полуфинал Уикенд Капа 471. Про-лиг. Про-лиг. Опен-квалы. Которых их пока что никто не ожидает. Будут сражаться либо против команды Айур, либо против команды Каманчи. Которые пока что сражаются между собой. Ну и что, дорогие друзья. Друзья, замечательная игра. Спасибо команде Качественный Контент, что подарили нам такие красивые и нереально крутые игры. Но счастье не может длиться вечно. И их полосу побед прервала такая команда, как Фохолл энд Кумыс. Ну и что, дорогие друзья. А мы с вами уходим на небольшую музыкальную... Надеюсь, что небольшую музыкальную паузу. И вернемся в полуфинале Уикенд Капа 471. С вами был Маэстро. Далеко не уходите. Продолжение следует...